Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Омаркет», оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями, ну и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 7.00 по GMT данные по рынку труда Англии, в 10.00 по GMT статистика по бизнес-оптимизму музею Германии. И в 13.30 по GMT данные по рынку недвижимости Канады. Вот на этот отчет я рекомендую обратить не меньше внимания, чем на данные по рынку труда Англии. Мы за парой доллар-канадец наблюдаем очень давно и она сейчас, друзья, очень близка к нашей цели, которую мы поставили раньше на отметке 1.40. Текущие котировки по паре доллар-канадец 1.39.45. Поэтому если мы получим еще один слабый отчет канадского происхождения, у нас будет еще один аргумент закладываться под более агрессивное смягчение канадской монетарной политики. Добавляем сюда еще и обвал рынка нефти, что тоже является негативным фактором для канадского доллара и получается путь вверх открыт. 1.40 наша заветная долгосрочная цель. Будет ли пара стремиться к более высоким значениям после того, как мы увидим планку в наших мониторах 1.40? Обсудим уже ближе к делу. Что касается основных инструментов, за которыми мы следим, индекс доллара 105.55. Рынок еще резонирует, скажем так, от итогов выборов в США и от заседания Федрезерва, которое состоялось на прошлой неделе. Напомню, что американский регулятор США снизил процентную ставку в соответствии с ожиданиями на 25 байсных пунктов с 5 до 4,75%. В сопроводительном заявлении было сказано, что по-прежнему очень многое, если не все зависит от макроэкономической статистики, то, что риски в экономике в плане достижения целей по занятости инфляции сбалансированы, то, что смена администрации в Белом доме никак не повлияет на дальнейшую политику Федрезерва. Здесь Паул сделал еще один акцент на то, что американский регулятор остается независимым институтом. И опять же, акцент на то, что определяющий фактор это статистика, для нас это триггер с особым вниманием в рамках этой недели смотреть за данными по инфляции, которые выйдут в среду. Ожидается, друзья, рост показателя с 2,4% до 2,6%. Если по факту мы увидим действительно прирост, это будет явным подтверждением того, что дезинфляционный тренд застопился. И кто знает, к чему в конечном счете это приведет в плане действий Федрезерва. Если положиться на экономическую теорию, то рост инфляции должен быть триггером для Федрезерва замедлить темпы снижения ключевой процентной ставки. Я знаю, что на рынке есть аналитики, даже среди моих коллег тоже, которые считают, что в декабре американский регулятор уже не снизит процентную ставку. Я пока таких взглядов не разделяю. Победа Трампа — это не просто имя нового президента США. Нужно понимать то, что Трамп пришел к власти, получив поддержку в обеих палатах Конгресса и в Палате представителей, и в Сената. Поэтому я уже говорил, что он сможет реализовывать все предвыборные инициативы. И если будет сразу же после инаугурации развязана торговая война, то тоже, друзья, вы должны осознавать все риски, которые могут нависнуть над мировой экономикой и последствия, с которыми может столкнуться американский доллар. Золото — 1616 долларов за Тойскому Су. Я очень рад, друзья, то, что открыл короткую позицию в ходе вчерашней торговой сессии, потому что все-таки сделал большой акцент на укрепление американского доллара и на стабильные показатели доходности американских трежерис. А сегодня у нас уже и сантимент тоже начинает подсказывать, что толпа все так же остается в длинных позициях. 65% трейдеров в лонгах против 35% в шортах. И я еще больше сейчас уверен в том, что мы пойдем ниже, друзья. И первая цель — 2600 долларов за Тойскому Су. Она, скорее всего, будет достигнута уже в самые ближайшие часы. Доллар канадец уже проговорили, цели 1,40. Доллар франк 0,8810. Первая цель сделана 0,88. Ждем теперь дальнейшего восходящего движения к отметке 0,89 и почему бы не замахнуться сразу на 0,90. Тем более, что устои для этого есть очень даже неплохие. Евро против доллара 1,0640. Вчера на вебинаре, друзья, определяли, есть ли возможность достижения пары евро-доллара приоритетного значения. Я скажу, что да. Но если вас интересуют подробности, можете пересмотреть либо посмотреть первый раз вебинар, который уже на нашем YouTube-канале. И вообще на будущее, если, друзья, есть возможность, конечно же, не пропускайте вебинары, потому что мы обсуждаем очень горячие темы. И я делаю главный, основный упор именно на те тематики, на те топики информационные, которые вы выбираете, потому что в нашем телеграм-канале мы проводим соответствующее голосование. Что касается отношений США и Европейского Союза. Уже все, кому не лень, конечно же, подтвердили, что Европа оказалась в очень затруднительном положении при Траме. И если он развяжет торговую войну, я в этом не сомневаюсь, то ввод новых пошлин заставит, конечно же, европейских производителей столкнуться с очень серьезными проблемами. Это серьезные издержки, это дополнительное давление на экономику в целом, это риски для еще большего ослабления курса европейского валюты. Причем Европа, если проанализировать общие показатели именно экспортно-импортных отношений, находится в заведомо проигрышном положении. Европа экспортирует США практически вдвое больше, чем США в Европу. По цифрам примерно 650 миллиардов против 300 миллиардов. И важно, что Европа-то закупает те товары, которые вообще нечем заменить. Стратегически важные товары – это химикаты, это топливо, это технику. Поэтому, если все-таки быть новым пошлиным 10-15-20%, то Европе придется, наверное, сделать ход конем, прыгнуть выше головы, но попробовать предложить США какие-то более серьезные закупки американских товаров. Может быть, на этом фоне удастся вытракивать какие-то более лояльные условия. Но в конечном счете, прежде чем это произойдет, пройдет очень много времени и с большой долей вероятности мы увидим пару евро-доллар ниже отметки 1.05. Фунт против доллара 1.2840, минус 60 пунктов против вчерашнего моего выступления, когда пара торговалась на отметке 1.29. Сегодня ждем данные по рынку труда. Слабый отчет, слабая статистика, что может усилить давление на фунт и отправить пару уже ниже отметки 1.28. Биткоин, друзья, 88.600. Следующая цель 90 и выше. Пока на вот этой волне всеобщего энтузиазма нужно работать по тренду. Все настолько верят в Трампа, в его инициативу, что считают, что какой-то золотой век начинается для рынка криптовалют. Будут и перестановки в ВСЕК, будут и решения, которые станут предполагать смягчение регулирования. Будут и инициативы, скорее всего, по созданию резерва биткоинных в это рынок очень сильно верь. Не только физические трейдеры, скажем, но и институционалы, которые активно сейчас заливают деньги в биткоины ТИЭФ. Только за последние дни в эти фонды пришло больше 3 миллиардов долларов. Это рекордный показатель за такой короткий промежуток времени с момента запуска новых контрактов. Ну и что касается рынка нефти, 71,70 текущей котировки на нефть давит плохая китайская статистика. Особенно данные по импорту нефти в Китай, который снизился шестой месяц подряд и в годовом выражении спад составил 9%. За последние 4 года в рамках года спроса снижается уже третий раз подряд. Но если прошлые периоды, это можно было объяснить ковидом и последствиям ковида, то сейчас это исключительно системные факторы, которые доказывают то, что кризис на рынке недвижимости Китая очень сильно замедлил темпы экономического роста. Если такая динамика сохранится и дальше, то спрос будет еще больше проседать. И нефтянка устремится, друзья, к нашей цели в 70 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.